Ты горишь, как огонь я, у меня огонь я, это любовь или это параллелья, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ты горишь, как огонь... Привет, меня зовут Артём, и вы на канале SoundEye. Вы никогда не задумывались, зачем люди делают кавер? Возможно, для того, чтобы показать свою интерпретацию той или иной песни. Возможно, чтобы показать свой навык в пении, либо в игре на каком-нибудь инструменте. Кто-то делает это по приколу, создавая из попсы тяжёлый металл. Ну, а кто-то просто экспериментирует на чужом материале, пробуя новые оригинальные ходы, приёмы, звуки, синтезаторы. И это как раз мой вариант. Относительно недавно я услышал живое исполнение песни «Ты горишь, как огонь» на вечернем урвенте. И оно мне понравилось. Не всё, конечно. Очень не всё. Но то, что Слава кардинально поменял аранжировку и тем самым привнёс что-то новое в свой трек, мне правда понравилось. И я тоже захотел привнести что-то новое в его трек. Конечно, на Hype Train я запрыгнуть уже не успел, но не в этом же смысл. Смысл в музыке? Да. Я долго думал над тем, в чём же будет фишка именно моей аранжировки, потому что я хотел попробовать что-то новое и для себя, а не просто сделать рок-кавер, как обычно. И в какой-то момент меня осенило. Это будет дроп. Разобравшись с тем, к чему идёт мой проект, я приступил к работе. Для начала я подобрал аккорды этой композиции и подобрал мелодию вокала. Потом я внезапно понял, что соль и соль диез для меня немножко высоковато. Чуть-чуть высоковато. Вот. И опустил всё это на три полутона. Вроде бы у меня получился до-мажор. То есть самая простая базовая тональность эва. И после того, как я понял, к чему идёт мой трек в припевах, я принялся создавать куплетную аранжировку. Ну и, конечно, поскольку я басист, я начал с баса. Бас писал долго, писал его на частовую в другом проекте, уже подмешивая сюда. Поэтому здесь у меня, как вы видите, стереотрек с уже сделанной обработкой. Фанка много не бывает, ребят. Особенно на этом канале. Слайпа будет очень много. Потому что я его обожаю. Над гитарой голову я долго не ломал. Она дублирует басовую партию. В этот раз я, кстати, решил попробовать использовать не гитар-рик, а амплитюб. Звук мне очень понравился. И, как вы видите, куплет у меня довольно-таки пустые. Большая куча барабанов, которым мы вернёмся чуть позже. Бас. И одна гитара немножко справа. Во втором куплете барабаны. Вторая гитара. Я записываю её не одним дублем, а по кусочкам. Потому что я не гитарист. И тратить время на то, чтобы отточить навык игры для такого небольшого кусочка, мне просто обидно. Также во втором куплете мы добавили пианино. Думал, стоит ли делать пианино какое-то более естественное, более живое. А потом оно же на фоне будет совсем уж там. Это не та композиция, в которой стоит уделять так много внимания пианино. Поэтому я взял стандартное пианино, накинул виртуальный микс, обрезал низы, скомпрессировал и всё. Нормально. Нормально. На 3 с плюсом, я бы сказал. И добавились пэды. Контактовский, Gravity. Накинули компрессор, ревер, убрали низ и дилей. Всё, на этом второй куплет тоже кончился. Они прям у меня совсем минималистичные. Потому что я знал. Я знал, что у меня будет в припевах. Но об этом чуть попозже. Барабаны. Они сделаны из множества разных слоёв. И мне они очень нравятся. Потому что каждый понравившийся звук я брал из своих библиотек. Либо из своих инструментов. И как-то их компоновал, чтобы получился именно тот звук, от которого я и остался в восторге. Кстати, напишите в комментах, было бы вам интересно посмотреть про лейеринг инструментов. То есть, зачем это делается, как это делается, что подбирается. Лейеринг ударных, лейеринг синтезаторов, живых инструментов и прочего. Если будет интересно, то, конечно, сделай. Потому что в современной музыке лейеринг имеет огромный вес. И при помощи него вы легко можете получить новый уникальный звук. Вы сразу услышали это. Я знаю, я в вас верю. Арпверс. Что это? Это серум. Я случайно его нашёл. Искал какие-то арпеджираторы. И услышал очень такой прикольный, ритмичный, перкуссионный арпеджиратор. И даже получилось здорово разложить всё это по нотам. Вот его на старой каперкуссию. Он там теряется на фоне, но теряется на первый взгляд, потому что подсознание он всё равно действует. Что это? Это. Это же фанковые куплеты, поэтому и барабаны должны быть фанковые. И почему бы не взять фанк из 70-х с очень хорошим звуком рабочего? Не зря я здесь убрал, и вы узнаете дальше зачем. Да хотя я думаю, вы уже догадались. Лейеринг. Лейеринг. Живая демонстрация того, для чего нужен лейеринг. Для оживления. Это звучит намного интереснее, когда добавляется новый звук рабочего поверх плоского, маленького, однообразного рабочего в другой пачке. Это тоже всё стандартное, потому что Ableton это просто чудо. Я в него влюбился с головой, хоть открыл его совершенно недавно. Прекрасная программа. Далее. Это шейкер, в котором я даже поленился убрать низы. Ну да бог с ними. Я мог бы сделать звук, как они называются, цимбалы, оверхеты. В общем, меди, барабаны меди в том же инструменте, что и наши фанковые барабаны из 70-х. Но звук меди в 70-х был не ахти. Всё потырили. Вот поэтому я взял современный, какой-то, ну не совсем не модерн, а сэшн-драмер. Поскольку в нём мне больше всего нравится, как звучит медь. И накинул её поверх. Перкусс я вам показал. Так. С куплетами барабанными мы закончили. Вот как они все в пачке звучат. Обманул. Почему я бочку-то урезал? Здесь же я вам бочку не показал. Не показал, потому что она здесь, на Бетари Фо. А эта дорожка у нас основная для дропа. Но я решил, что нужно вставить бочку из дропа уже в куплетах. Вот такие куплеты. Ничего особенного кажется, но на самом деле нет. Теперь вернёмся к барабанам в дропе. И начнём с звука ударных в самом Бетари. Только в нём. Да, я сюда накинул автоматизацию по реверп. Просто без всяких там не оберроут. Окей. На момент ударов. Чтобы было эпичнее. Это же дроп. Но этого мне казалось мало. Поэтому я добавил сверху ещё... Это стандартный, немножко доработанный мною инструмент. Рабочий. 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 Там звучит рабочий. Более живой, более естественного вида рабочий. Отлично. Но и этого мне казалось мало. Поэтому я решил... Как это без меди? Без меди нельзя. И в конце у меня идёт такая динамично-танцевальная полуживая часть, где уже звучат все, все, все барабаны В общем, повторюсь. Если вам интересна тема лейринга, интересно узнать, как делать такой модный молодёжный стильный звук с интересными сбивками, то пишите в комментариях. Я это сделаю. Потому что это правда интересно показать. Интересно самому ещё раз сделать. А мы переходим дальше. По барабанам мы пробежались. Надеюсь, вы всё поняли, записали. Припевы. Дроп. Как говорится, и тут Астапа понесло. Я решил добавить в этот трек всё, что хочу. Даже если будет перебор. Такие вокодеры вокальные. Куча ненужных вставок, сбивок, колокольчики. Слайб сверху. Сверху ещё гитары. Скрипки. Двое скрипок. Оркестр скрипочный. Ну, в общем, будет... А почему нет? Вы же помните девиз этого канала? Чё хочу, то ворочу. Всё. Я снимаю у себя ответственность на всякие жалобы, что есть перебор со звуками. Ничего не знаю. Ну ладно, хватит лирики. Вы это можете послушать и в ВКонтакте, а потом и в других местах бесплатно сможете скачать. Всего в своё время. Что это? Аналогичные дримсы. Ладно. Классный, классный инструмент Analog Dreams от Native Instruments, который очень здорово подходит для написания такой электронной 80-й музыки. И тоже лейеринг этого самого инструмента, но уже в серуме. На одном больше мяса, на втором больше верха. Вместе это прикольно. Почему они так странно звучат, как будто трясутся и волнуются? Да потому что на них стоит сайдчейн. Без сайдчейн, ребят, никуда. Вообще никуда. От бочки в Battery 4 на уровне 200 Гц он заканчивается. То есть именно низкую составляющую он продавливает. Да, да. То же самое и на басу. В общем, недостаток Analog Dreams в том, что порой они звучат очень узко-плоско. Некрасиво звучит в миксе. Вот так. Вот что это? Поэтому мы накидываем имиджер. Значит, дроповый бас. Это хелм. И саббас. И как и на предыдущем басе, здесь тоже сайдчейн. Тоже по 200. Ну, здесь как-то оптимально мне показалось. Но здесь она намного жестче, потому что здесь бочка важнее, чем бочка в живых куплетах. Там она важна, но там она отчетливее слышна, чем в дропах. Также я решил продублировать лейеринг. Пишите. Продублировать синты при помощи гитар. Ну, потому что это же живое с электронным. Как это? Надо вместе? Почему бы нет? Далее. В части аутру мы решили пойти во все тяжкие и постоянно что-то гитарами играть. Причем одна гитара играет пауэр-аккорды, вторая играет фан-куху возле 12-го лада примерно. Ну, потому что это так интереснее. Так, ну что, наверное, вы уже готовы подойти к дропу. Как мне говорил мой наставник, одной из самых важных частей дропа, помимо барабанов, синтов и баса, то есть всего того, о чем мы уже говорили, это заполняшки, как я их называю, филзы. Что такое филзы, вы спросите? Это вот что. В общем, что? Это набор интересных, необычных звуков, каждый из которых играет какую-то свою мелодию в паузах между ударами баса и синтов. И они, может быть, как-то между собой взаимодействуют, перекликаются. Не знаю, я не вижу смысла вам показывать каждый звук, это растягивать видео еще дольше. Но если вдруг вам реально интересно вот это вот, все эти звуки, прям показать, показать, что за мелодию они играют, как они настроены. Хотя по большому счету они, что у них везде обрезан низ, где-то профильтровано как-то, где-то автоматизация по панораме стоит. И все. Потому что в этом моменте песня начинает немножко переходить в другое русло, гитара начинает играть в небольшой чос. С сайдчейном. Почему бы нет? И еще более жирное. Далее в паузах мне показалось интересным сыграть такую небольшую мелодию, которую я продублировал на скрипках и на колокольчиках. Да, да, вот как-то так. Соло пианино. Оно взято из PianoTec. Очень небольшой, но очень достойный плагин. Инструмент. Дикое что-то знакомое напоминает, но я так не скажу. Возможно, что-то из начала нулевых. Либо звук, либо моя мелодия. Не знаю. Пианино просатурировано нехило. Кстати, это вот JGP. Без. Ярче, звонче, громче. Стильно, модно, молодежно. И в противовес к этому я добавил трубы. Контактовские трубы. Немного их тут прокачал, подкачал, просатурировал. Прокомпрессировал. Просайдчейнил. И чуть-чуть проэквализировал. Ну что, там была основная эквализация. Красота из этой штуч-трубы. Стакката. Вот и мне показалось прикольным. То, что они будут звучать противофазу друг с другом местами. А местами в унисон. Красота. Просто красота. Красота. Да. Вот. Далее идут вокалы. Но я не знаю, есть ли смысл вам их показывать. Если вам интересно, я это покажу. А так просто бегло покажу, сколько их. Офигеться. Да и в целом ты мне очень нравишься. Я так хочу тебя поцеловать. Когда ты не кусаешься. Ну как... Вы вот это видите, да? Вот это вот. Вот это. Если вам правда, если вам правда, это интересно, вот эта огромная цепочка обработки вокалов, пишите. Пишите, покажу, расскажу, продемонстрирую. Если нет, то в другой раз, когда будут на этой силе время настроения. А так бегло. Основной вокал продублированный двумя вокалами. Практически заглушенными. Ну, просто для объема. Что? Вокал перегруженный с этим. Как его? Мы поняли. Вспомнил. Вот. Вот что интересно. Это то, о чем я говорил в начале видео. Каверы нужны для того, чтобы попробовать что-то новое. Что-то такое, чего ты раньше никогда не делал. И это именно вот, вот оно, вот, вот, ну, вот, ну, да. Красота. Просто красота. Ля-ля-ля. Ну, да. Вокал шинф 2. С вокодером и токбоксом. На этот вокал. И сигнал из миди пустил в него, чтобы звучали только носты, которые я указал в миди, звучали в этом вокале. В общем, очень крутая штука. Вокодер мне понравился. Буду использовать когда-нибудь еще. Это что? А, это... Такие дела. Ну, в общем-то, на этом, наверное, все. Если вам что-то конкретно интересно, то пишите. Я покажу, сниму. Ну, а сейчас к финальному результату. Мы стали реже видеться, ой-ёй-ёй. Мы стали больше ссориться, ой-ёй-ёй. Надеюсь, все наладится, ой-ёй-ёй. Когда мы успокоимся, ой-ёй-ёй. А ты мне нравишься, ой-ёй-ёй. А ты краснеешь, когда слишься, ой-ёй-ёй. Еще посыть, пожалуйста, ой-ёй-ёй. Ты даже симпатичный. Ты горишь, как огонь, я. У меня огонь, я. Это любовь или это паранойя? Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ты горишь, как огонь, я. Ля-ля-ля. Ты горишь, как огонь, я. У меня огонь, я. Это любовь или это паранойя? Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ты горишь, как огонь, я. Это мне в тебя нравится. Да, и в целом ты мне очень нравишься. Я так хочу тебя поцеловать, когда ты мне кусаешься. Но кто тут враг? Ты знаешь, что никто. Ты знаешь, кто тут враг? Ты знаешь, что никто. Ты знаешь, что 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 ты Ты горишь, как огонь, я Ты горишь, как огонь, я У меня аргонья, это любви в вас Или это парануя Ты горишь, как огонь, я Ты горишь, как огонь, я Ля-ля-ля